Здравствуйте, это программа «Нефть» и ее ведущий Олжас Байдельдинов. На нашем телеканале мы всегда стремимся смотреть на вещи стратегические, давать долгосрочные прогнозы. И, наверное, сейчас очень интересный период, летний период, август, он всегда для нефтяных цен проходил не очень ровно. Но нас интересует не сколько июль или август, нас интересует, что же мы увидим во втором полугодии, что же мы увидим в 2019 году. Поговорить о том, какие сейчас тренды, какие ожидания, какие прогнозы, какие уровни мы можем увидеть в этот период, мы пригласили Мадьяр Кинжабулата, заместителя директора Центра макроэкономических исследований и прогнозирования Института экономических исследований. Мадьяр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сказал в начале, что август, он в целом для рынка нефти такой обычный не очень хорошо бывает, там и сезонность накладывается, и еще что-то. Но сейчас он более-менее такой вот сглаженный. И, наверное, вот обсудить хотелось бы, наверное, Соединенных Штатов, это сейчас такой новостной, наверное, такой мейкер, да, так скажем, ньюсмейкер. В Штатах запасы нефти сократились вот на 6,1 миллиона баррелей, это вот коммерческие запасы, сократились запасы бензина. И в целом на эти данные можно, наверное, махнуть рукой и закрыть глаза, да, потому что они там из недели в неделю пашут, пляшут. Но интересно то, что они вот сейчас достигли минимума с февраля 2015 года. Ну, то есть, условно говоря, там 3,5 года, вот это минимальный уровень. И я помню, когда мы вас приглашали весной, мы говорили о том, что запасы нефти в странах ОСР, они уже неуклонно снижаются. Вот можно ли говорить, что это все уже окончательный тренд, да, что вот точка невозврата, мы увидим только вот такую положительную динамику для нефтедобывающих стран, запасы снижаются, все окей. Но, как показала практика, говорить, что это точка невозврата, очень тяжело. То есть, мы встречались, по-моему, и в прошлом году, и позапрошлом, когда цены на нефть падали, когда там все институты мира соревновались, кто скажет, что еще сильнее нефть упадет и так далее. То есть, та точка невозврата, которая тогда была, она как бы вроде вернулась и развернулась, развернулась, наоборот, в другую сторону. Если подходить действительно на данный момент, вот то соглашение, фундаментальное соглашение стран ОПЕК+, основной его целью было то, чтобы достичь уровня вот этих вот резервов нефти в странах ОСР до пятилетнего среднего уровня. На данный момент в Соединенных Штатах, то есть, если мы говорим ОСР, это основная страна, это Соединенные Штаты Америки. И в основном из-за Соединенных Штатов Америки, там, сланцевая нефть и так далее, там, цены на нефть начали падать. Вот, то есть, там, практически более 4 миллионов баррелей в сутки, ну, с 2011 по 2014 год добавилось на рынок. Вышло на рынок, так сказать. На рынок, да. И, соответственно, это привело к тому, что цены на нефть сильно упали. На данный момент то, что ОПЕК+, для себя, то есть, ставил задачу снизить вот эти вот избыточные резервы до уровня пятилетнего среднего уровня, они достигли это. Даже вот тот уровень, если я не ошибаюсь, это где-то около 405 миллионов баррелей, по-моему, где-то 404,9, по-моему, миллионов баррелей, это ниже на данный момент, чем пятилетний средний уровень для Соединенных Штатов Америки. То есть, теперь, во-первых, на самом деле, до этого говорили, что США, это такой, как бы, как сказать, до этого, как бы, ОПЕК играла основную роль в образовании цены. После, там, 2014 года сказали, что ОПЕК их, скажем, влияние снизилось, и теперь основное влияние это со стороны Соединенных Штатов Америки, так как сланцевая нефть, она более быстро реагирует на вот нужды рынка, нужды рынка и так далее, и так далее. Но, опять же, кроме вот этой статистики, которую вы перевели, надо привести статистику, что буквально пять недель подряд не росла добыча вообще в Соединенных Штатах, они достигли в начале 10,9 миллионов баррелей в сутки. Затем, на прошлой неделе, то есть, до 11 миллионов баррелей в сутки довели, и на этой неделе тоже 11 вроде показали. То есть, там практически семь недель идет практически стагнация, там не идет рост, несмотря на такие высокие цены и так далее. Почему? Ну, то есть, на этот вопрос надо ответить. То есть, основная проблема, что та нефть, которая добывается, вот, скажем, те 11 миллионов баррелей в сутки, чтобы ее транспортировать, просто не хватает инфраструктуры. Не хватает тубопроводной инфраструктуры, которую надо строить и так далее. Это очень большие затраты, временные, там, денежные и так далее. Вторая проблема, не хватает оборудования. Мы тоже, вот, Бейкер Хьюз постоянно смотрели, вот, то, что происходит с буровыми установками в Соединенных Штатах Америки. Они тоже практически стагнируют. До этого был такой взрывной рост, теперь они стагнируют. Не хватает, там, проблемы с оборудованием. Проблемы с наймом персонала, потому что тот 14-15 год, когда цены сильно упали, очень много людей, как бы, ушли с этого бизнеса и так далее. Сейчас мы знаем, что в Соединенных Штатах Америки вообще идет бум. Второй квартал закрылся 4,1% рост. То есть для США годовой рост 4,1% это вообще, то есть это беспрецедентный вообще рост. Это имеет в виду нефть или экономика? Нет, это экономика США. Поэтому вместе с тем растет занятость в других секторах. Поэтому те, которые работали, скажем, в этом секторе, идет перераспределение. То есть и очень тяжело найти сейчас специалистов. Поэтому вот эти все факторы в совокупности приводят к тому, что на самом деле получается так, что США не совсем тот игрок, который может сразу отреагировать. И в этой связи как раз таки было совещание УПЕК+. Где страны УПЕК. Вот о нем как раз чуть-чуть позже. То есть я просто всю подоплеку рассказал? По Соединенным Штатам, да. Я согласен, что ожидали от них более такого взрывного роста. На самом деле он вышел и вот дальше как бы он замер. Вот не знает, что дальше. Второй фактор, да, также связан с Соединенным Штатами. Ну и в проекции на мир, да. В этом году ожидают, что в Соединенных Штатах на 2,2% вырастет потребление нефти. В странах АТР там где-то 3,9. Можно ли говорить о том, что, ну, мое мнение, да, что в принципе какие бы цены в мире не были, спрос на нефть, он такой неэластичный. То есть он в любом случае растет, он даже рос в Евросоюзе, когда были там высокие цены и низкие цены были. Он также рос, хотя Евросоюз там, ну, много, да, всяких усилий предпринимает. Со спросом на нефть все мировые агентства прогнозируют, что он будет неуклонно расти до 2025 года, а добыча не будет за ним успевать. Как считаете, вот этим прогнозом можно, так скажем, да, на них полагаться или все-таки есть какие-то нюансы? Нет, есть нюансы, ну, как бы, по моему мнению, конечно, на данный момент мировая экономика развивается вообще практически очень высокими темпами роста. МВФ на этот год закладывает 3,9%, то есть в среднем мира все 3,9%, это, то есть очень высокие темпы роста. И получается, мировая экономика сейчас находится, вот есть фазы, да, такие спад, подъем и так далее. Сейчас на подъеме, но здесь не совсем длинные, это уже такие более мелкие спады, Кондратьев там десятилетиями смотрит, да, десятилетиями смотрит. Это внутри вот этих волн, там идут как бы волны. Сейчас на данный момент мировая экономика находится на подъеме, поэтому на подъеме, тем более цены, если смотреть на самом деле, какие цены, вот, то есть там у нас были в 12-м году и там более 100 долларов, причем в тех долларах, в долларах там 12-го года. То есть если сравнивать там, скажем, с долларами 12-го года и с теми ценами, там 70 чем-то долларов, это возможно где-то там ниже 60 даже может быть. То есть это возможно даже в два раза меньше, чем было там, поэтому я бы не сказал бы, что хоть какие цены. Если сейчас было бы 140, там, ну, тогда посмотрели бы. Потом мировая экономика, она вообще немного инерционна, то есть там цены выросли, и ты прямо завтра прекратил там покупать, это тоже такого не бывает. То есть там в любом случае какой-то лак нужен, там, скажем, квартал, там, два квартала, возможно, три квартала, то есть это надо считать. Поэтому, как бы, ну, в этом плане я считаю, что просто цикл такой сейчас, цикл повышения мировой экономики идет. Вот, соответственно, когда мировая экономика, чем быстрее развивается, тем больше нужны энергоресурсы. Тем более, вот мы знаем вот проблему, то, что мы говорили. Да, да, что может этот рост приостановить? Ну, рост может приостановить. Новые технологии или... Не, на данный момент я не думаю, что новые технологии, то есть понятно, что они идут параллельно и так далее. И на самом деле сейчас, вот, когда цены были там 50 долларов и ниже, те, скажем, источники энергии, которые так называемые альтернативные, они без субсидий не могли конкурировать. Ну, они все сдулись. Да, они не могли конкурировать с нефтью там и газом. С другой стороны, мы знаем, да, вот сейчас Китай переходит, ну, и вообще весь мир, ну, как бы основной драйвер Китая переходит, скажем, от угля. То есть уголь вообще закрывают, так как, ну, это экологические проблемы и так далее. Вот, а у них на энергобалансе уголь занимал очень большое место. Это, по-моему, 70%? Да, то есть очень-очень большой, очень большой. То есть если они будут от этого всего отходить, один Китай, то, ну, надо чем-то, чем-то, как бы это все возмещать. Перекрывать. Да, вот возмещать будут даже с учетом того, что альтернативные источники энергии будут расти. В любом случае будет необходим очень большой объем традиционных источников энергии. Тем более мы знаем, вот, постфукусимский синдром, да, там, то есть Япония отказалась, там, скажем, какие-то европейские страны отказываются от АЭС, например. То есть и вот эту, скажем, энергию тоже надо будет замещать. Поэтому если брать в долгосрочном периоде, то я считаю, что, ну, в этом плане там не нефть, скажем, будет, а, наверное, газ будет больше. То есть это экологически чистый и так далее. Поэтому, ну, то есть мы увидим там российские вот эти все проекты, там и Северный поток-2, и Турецкий поток, и Сила Сибири и так далее. То есть это, скорее всего, будет топливо 21 века. Ну да, его так и называют, да, топливо 21 века. Вот про Китай затронули небольшую ремарку, скажу, вот нашим гостям задаю вопрос, вот, недавно такие зарубежные гости были, я говорю, вот, Китай растет, Индия растет в энергопотреблении, в нефти. Какой предел вообще вот есть, ну, 2030 год, 2040 год, в каком году они должны приостановить свою, они вот сказали, что мы, говорят, так далеко в будущее не можем заглядывать. То есть они не ждут, что вот будет какое-то снижение в этих странах. Очень интересная ситуация сейчас складывается, опять-таки, с главным ньюсмейкером Соединенными Штатами и Ираном. Вот для наших зрителей скажу вкратце, из ядерной программы Соединенные Штаты вышли, сказали, что Иран не исполняет условия ядерной сделки. И сейчас делегация из Соединенных Штатов, она путешествует, так скажем, по миру и уговаривает основных потребителей иранской нефти отказаться от закупок нефти из Ирана. Вот до того уже дошло противостояние. Если я не ошибаюсь, Майдар, поправьте. Китай сказал, что мы не снизим, но и не будем увеличивать. В Евросоюз сказал, что мы снизим импорт из Ирана. Еще несколько стран тоже сказали, что мы снизим. Вот что мы увидим в итоге этого противостояния? Иран как-то выйдет с мирового рынка нефти и вот эти объемы сократит, соответственно, добычу. Либо опять какие-то будут обходные пути, как раньше было, в период жестких санкций. Все равно Иран поставлял нефть, хотя им за доллары запрещали торговать. Или это вопрос вообще полностью, так скажем, вне какого-то прогнозирования? Ну да, то есть у нас есть то, что было в прошлом, когда даже были вот эти жесткие санкции. Иран поставлял, причем даже за доллары, но просто доллары получали посредники. Ну через обходные банки, там, скажем, посредники. Понятно, это очень дорогостоящее. Там Иран, там посредник имел свою какую-то маржу и так далее. Но в любом случае это было. Потом, здесь основная проблема в том, что, ну вообще, как я знаю, примерно оценки, по-моему, я на Блумберге читал, что если вот то, что США сейчас выйдет из этого соглашения, это скажется на том, что экспорт Ирана упадет примерно на 650-700 тысяч баррелей в сутки. То есть примерно... Хороший объем. Это очень хороший объем, да. То есть, и как вы до этого упомянули, там, некоторые страны США действительно уговаривают, некоторым странам просто приказывают, в приказном порядке. Например, вот мы знаем, что Южная Корея и Япония уже приостановили. Ну, то есть те контракты, которые после ноября будут, они уже просто не заключают. То есть физически они уже прекратили, можно сказать. Ну, то есть понятно, что это, да, это все с лагом будет идти. Япония сделала оговорку, если там Иран и США там не договорятся. То есть они как бы уже готовы на это. Индия сказала, что мы как бы это сокращаем. То есть они будут покупать, но сокращают. Китай вроде бы не прогнулся, сказал, что мы не будем сокращать, но при этом он не будет увеличивать. Да, сказали, что... Хотя здесь опять же тот же вопрос, там могут опять появиться какие-нибудь китайские посредники, которые будут ту, скажем, нефть, которая выпала вроде бы, там, скажем, то, что не купили Япония, там, Южная Корея, там, ну, там, другие страны. Да, они просто будут подешевле покупать для себя. То есть такой вариант тоже нельзя отрицать. Ну, иранский фактор, он вот, какое продолжение он получит, ну, допустим, вот в этом году до конца? Да, ну, здесь есть, как бы, ну, Иран, например, пригрозил закрыть Армурский пролив. Ну, да, это очень круто. Это такая там дубинка, которой они все время угрожают. Да, вот если, ну, то есть, ну, с другой стороны, если им терять нечего будет, почему нет, они могут закрыть. Это может привести к очень большим последствиям, там, и к войне такой большой, причем на территории всего, как бы, ну, большого Ближнего Востока. Это может привести к войне в Ираке. Мы знаем сейчас шиитские силы, там, в Ираке очень хорошо себя чувствуют. Иран себя очень хорошо чувствует. И на самом деле там очень такая, мне кажется, идет такая подковерная больше борьба, потому что мы даже знаем, что вроде бы США с Ираном, скажем, в контрах, да, но когда там освобождали Масул от исламского государства, от боевиков исламского государства, американские войска, по сути, воевали плечом к плечу с парнями из КСИР, то есть с корпуса стражей из исламской эволюции. Поэтому где-то они могут, то есть они и в Ираке могут, и в Сирии могут, и там Израилю могут угрожать, если вот это все там начнется. Израиль сказал, что типа нанесет удар, если Армузский пролив будет перекрыт. То есть это может быть такая неконтролируемая ситуация, что, ну, там, ну, если там глобально брать, то это как бы, если это все произойдет, то цены на нефть могут и до 150 уйти. Ну, здесь как раз-таки та фраза, да, чем хуже, тем лучше для цены, имеется в виду. В завершении у нас несколько минут остается. Про ОПЕК затронули, я сказал, что вот в конце, да. Сейчас ОПЕК называют РОПЕК. Россия плюс ОПЕК. Мол, Россия захватила лидерство. Недавно министр энергетики России, да, Новак Александрович сказал, что ОПЕК это уже, по сути, будет супер ОПЕК со следующего года. Мол, несколько стран присоединятся. Россия, Бразилия, Мексика, Казахстан, Азербайджан и, возможно, еще кто-то. В Соединенных Штатах очень этим недовольны. И Трампа критикуют, и Трамп вроде какие-то санкции собирается применять к ОПЕК. Говорят, что ОПЕК создавался в свое время как противовес Советскому Союзу, да, влиянию. В итоге получилась ситуация обратная. Сейчас Россия, там, и Саудовская Аравия правят этим, цены выровнялись. Они диктуют, так скажем, заняли какое-то определенное монопольное положение, диктуют цены. И многим это не нравится. Что будет с соглашением ОПЕК, да? По сути, мы уже видим, что оно уже не исполняется. Там уже начали страны превышать. Россия превысила свои объемы. Что будет с этим соглашением в конце года? То есть, будет оно продлено или страны скажут, что оно свою функцию выполнило? Мы его прекращаем? Ну, первая часть вопроса. И вторая. Каким ОПЕК будет в следующем году? Ну, во-первых, я хотел бы сказать не то, что они, как бы, на самом деле, вот в конце лета, да, по-моему, было соглашение ОПЕК Плюс о том, что ОПЕК Плюс увеличивает вот эту вот добычу, но на 1 миллион баррелей в сутки. Вот, то есть, то, что сейчас превышают эти страны, это уже не нарушение контракта, а то, что они договорились. Скорее всего, я считаю, что, скорее всего, в этом году это будет прекращено. Потом, на самом деле, это же тоже не от хорошей жизни они это увеличили. Они просто увеличили из-за того, что Соединенные Штаты Америки уже не могут влиять так на, скажем, и даже, если я не ошибаюсь, Трамп ходил прямо, просил саудовскую авиацию, чтобы они увеличили. Нарастили добычу? Нарастили добычу. Для стран ОПЕК или вот этого супер ОПЕК, который есть, да, скорее всего, это будет уже, наверное, такой, скажем, супер альянс такой. Ну, в основном это как бы, ну, там основные две скрипки, это Саудовская Аравия и Россия. Все остальные там их можно назвать там с оговорками мелочью пузатую, так как вот это две страны, которые действительно могут огромными объемами там наращивать предложение нефти на мировом рынке. Вот, и я считаю, что вот этот вот, этот альянс, он будет, наверное, долговечным, если не произойдет что-то такое экстраординарное, как вот мы только что говорили, если там, скажем, будет война, там, скорее всего, Саудовская Аравия тоже включится в эту войну, там, Россия где будет, да, там, Россия с какой стороны будет в этой войне. То есть, если, скажем, вот такое что-то глобальное произойдет, тогда я, ну, то есть тяжело предсказать, что будет. Если этого не будет, то с большой долей вероятности этот альянс будет крепнуть и, скажем, влиять на цены на нефть. Ну, то есть их влияние будет возрастать. Да, будет возрастать, да. В завершении, не могу задать вопрос про Казахстан, не могу не задать вопрос про Казахстан. Казахстан также был озвучен, что будет в этой организации, мы там сейчас в роли наблюдателей. Что это может принести Казахстану и реально можем ли мы влиять на собственную добычу в стране, с учетом, что у нас разрабатывают основную консорцию? Ну, для Казахстана, в принципе, я вообще не знаю, то есть мы изначально, вот мы даже, это вот вопрос к тому, что тоже было в практике уже у нас, мы присоединились к ОПЕК+. По идее, должны были снизить на, ну, такие символические, ну, 20 тысяч баррелей в сутки, но на самом деле увеличили. Почему увеличили? Потому что на самом деле там увеличивали те, кто не зависит от, там, правительства Республики Казахстан. Это вот, ну, иностранные инвесторы в основном. Ну, в принципе, государство сильно не сопротивлялось этому. Вообще, я считаю, любые там ограничения, которые ты на себя берешь, это надо, ну, как бы, вообще, как бы думать об этом. Тем более, если ты, там, глобально не влияешь ни на что. Вот, и в этом плане, ну, то есть это надо, вообще, это осмыслить, надо ли нам это заходить туда и так далее. Ну, то есть это еще надо, так скажем, переварить, да? Да, это надо все, то есть не просто так, с бухты-барахты, там, вот, решил все, пойду. Это надо все, как бы, там, переварить. Это выгодно ли, в наших ли это интересах и так далее. Если это в наших интересах, если вот все за и против взвесить, то тогда, я думаю, то нормально. Тогда, ну, на первый взгляд, я считаю, там, брать на себя какие-то обязательства. Модиар, вы удивитесь, у нас время передачи подошло к концу, да, спасибо вам за такую интересную беседу. Не могу удержаться, вот, раньше была шутка в КВН, Казахстан вступит в ОПЕК, если ОПЕК вступит в БОБЕК. Смеялись-смеялись, это лет 10 назад было, а в итоге Казахстан сейчас вступает, или, может быть, вступит. Ну, что ж, цены на нефть и нефтяные котировки, они сейчас в такой, в некой пограничной зоне, не очень понятно, как они будут развиваться. Да, есть факторы, которые должны привести к росту, есть факторы, которые могут привести к обратному снижению. Ну, мы будем смотреть и, соответственно, давать свои прогнозы. Это программа «Байделинов нефть». Мы увидимся через неделю на Атомикен Бизнес Чанел.